Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Ирина Шухаева, и мы с вами начинаем цикл бесед о таком интересном, необычном, как окажется, разностороннем, но совершенно вроде бы для нас привычном явлении, как смех. И смех будет как раз именно интересовать нас, как такое вот культурное, эстетическое, историческое, социальное явление, и выяснится, что у смеха богатейшая история, причем история, в общем-то, можно сказать, собственная, а не являющаяся, как это часто мы обыденно себе представляем, альтернативой страданию. История смеха этим занимались вопросом, начиная с Аристотеля и по наши дни, и несмотря на то, что, казалось бы, уже столько изучено и столько исследовано, все равно по-прежнему многое непонятно. И сегодня мы с вами поговорим об общих понятиях. В дальнейших наших беседах я постараюсь, знаете, задать вам такой ориентировочный коридор, что ли, вот как ориентироваться в этом вопросе, потому что очень сложная терминология, масса нюансов, оттенков каждого понятия. Исследователи отчаянно спорят с друг другом, что считать разновидностью иронии, а что разновидностью юмора, как они между собой связаны, где-то грань добра и зла, которую соединяет в себе смех и при этом как-то различается. И сначала я вот вам хочу привести такой интересный перечень смеха, потому как вот в этой цитате, пока вы смотрите на этого вот веселого смайлика, потому что в этой цитате собраны, наверное, практически все оттенки смеха. Смех может быть радостный и грустный, добрый и гневный, умный и глупый, гордый и задушевный, снисходительный и заискивающий, презрительный и испуганный, оскорбительный и одобряющий, наглый и робкий, дружественный и враждебный, иронический и простосердечный, саркастический и наивный, ласковый и грубый, многозначительный и беспричинный, торжествующий и оправдательный, бесстыдный и смущенный. Можно еще и увеличить этот перечень. Веселый, печальный, нервный, истерический, издевательский, физиологический, животный, может быть, даже унылый смех. Вот такой перечень характеристик смеха дал Ростислав Николаевич Юренев, известный теоретик и историк советской комедии. Но, естественно, все, что мною было перечислено, относится не только к советской комедии и не только к комедии вообще, хотя, наверное, как бы сказать, со смехом первоначально и с юмором, все-таки какая-то изначально у нас идет такая добрая ассоциация. Ведь в основе любой комедии это человеческие отношения. И мне понравилась мысль, которую я встречала, что смех является одним из самых честных сигналов, одним из самых честных сигналов построения человеческих отношений. И надо сказать, что многие актеры говорят о том, что смеяться в кадре, особенно искренне смеяться, гораздо сложнее, чем искренне плакать. И надо сказать, что, как бы сказать, фальши в смехе люди допускают и всегда допускали с гораздо большим трудом, ну, чем какую-то такую вот вынужденную натянутость в горе. И мне вот еще нравится эта картинка, да, сейчас у нас принято посылать смайлики, да, завершать свои сообщения. Если вы посмотрите на них внимательно, да, то, наверное, можно найти многие оттенки, так сказать, смеха. Вот тут большой перечень прилагательных, которые я вам перечислила. И вряд ли добавляются новые, но никуда не уходят старые. Разве что, наверное, к сожалению, вот та магическая сила смеха, которая выражалась в смехе языческом, обрядовом, ритуальном, затем перешла в фольклор, поскольку вот ироническое направление развивалось как бы немножко параллельно и отдельно, оно на сегодняшний день свое значение утрачивает. И мы с вами об этом обязательно поговорим, потому что это необычно и интересно. Вот для меня вот этот смайлик, это такой, знаете, веселый колобок, который от всех ушел, и не нашлась еще та лисица, которая бы его съела, потому что смех настолько разный и настолько действительно такой вот волнообразный, такой переменчивый, такой непостоянный. Вот все-таки если по привычке сравнивать смех с горем и состраданием, то мы будем говорить о том, что, как сказать, вот каноны, какие-то традиции проявления горя и страдания, они гораздо более консервативны, чем смех, хотя поводы для смеха, там и о смеянии профессии, о смеянии человеческих недостатков, что было характерно, как это отражалось в произведениях литературы, как это отражается сегодня, мы поговорим. И вот несмотря на то, что как бы традиции есть, он все равно такой вот, вот такой вот хитрый. Не нашлась еще та лисица, которая смех бы съела. Итак, все-таки каковы же определения смеха? Смех – это короткие и сильные выдыхательные движения при открытом рте, сопровождающиеся характерными прерывистыми звуками. Эти звуки возникают у человека, когда он испытывает какие-нибудь чувства, преимущественно при переживании радости, веселья, при наблюдении или представлении чего-нибудь забавного, нелепого, комического, а также при некоторых нервных потрясениях. Я вот сейчас вам показываю картинку, такую вот смеющуюся обезьяну или улыбающуюся, которые вот те самые выдыхательные прерывистые движения, видимо, тоже свойственны. Но мы вряд ли с вами сможем предположить, что эта обезьяна посмотрела какой-нибудь веселый демотиватор в интернете, или ей рассказали забавную историю про человека, или она подвергает осмеянию какой-нибудь процесс, происходящий в ее обезьянему обществе. Нет, у нас этого не получится. Ну и американцы там в своих даже недавних исследованиях щедро делятся тем, как можно по-разному щекотать шимпанзе, чтобы она по-разному смеялась. И тем не менее, не знаю точно, как все ли животные, а вот люди-таки не все боятся щекотки. Хотя вот этот тест такой на смех, он известен с древности. И смеющиеся животные, за которыми мы наблюдаем, все-таки как бы мы не приписывали им какие-то невероятные умственные свойства, кошка – это вообще такое, конечно, космическое животное. И я думаю, что хозяева своих домашних любимцев, все, конечно, со мной согласятся, что наши умные, наши эмоциональные, наши понимают. И тем не менее, это все-таки речь идет о каких-то рефлекторных проявлениях, и совсем не о том смехе, который будет дальше нам интересен. Вот здесь я показываю вам смеющиеся игрушки. Людям, как сказать, в процессе всего своего развития, развития цивилизации, свойственно было очень много создавать. И если мы, так сказать, оглянемся на тех, кто вылезал из пещеры, и на то, что сегодня может сотворить человек, ну, это действительно скачок колоссальный. Но люди все равно делали что-то, пытаясь что-то одухотворять, делали по своему образу и подобию. И, естественно, смеются литературные герои, созданные автором, смеются разные персонажи, смеются, улыбаются, пищат специально как-то забавно игрушки. То есть вот какая-то такая динамика смеха, повторяющаяся, она всегда была очень интересна. Но, тем не менее, это все, это, так сказать, игрушки, это тот смех, который в них вложили люди. У животных мы все-таки говорим не об интеллектуальной деятельности. Я таким образом подхожу к тому, что нас с вами будет интересовать смех именно как интеллектуальное явление, как развитие мысли, как игра разума, как способность человека реагировать на события окружающего мира, его оценивать, бесконечно развивая этот процесс. Ну, попробуйте всю жизнь смеяться над ним и тем же. Ну, вряд ли у вас это получится. Итак, что же такое смех вот именно с этой точки зрения? Другой оттенок определения смеха – это культурно-психологический феномен, как специфическая оценочная реакция человека на действительность. Вот видите, они вроде бы похожи, но только одно определение сразу признает в человеке определенные комические способности, да, способность к смешному. Другое определение более, так сказать, строго и может быть где-то более правильно, потому как чувство юмора, мы все-таки знаем, есть далеко не у всех. А вот оценочная реакция человека на действительность, она как бы везде присутствует. Люди давно обратили внимание на такую, в общем-то, сложную природу смеха. Да, горе тоже, в общем-то, бывает коллективным. Ну, как бы, вы знаете, вот юмористические концерты бывают, правда, а, как бы сказать, концерты слез или какие-то там сборища уныния и горя, они имеют совсем какой-то вот кратковременный характер, да, определенная дань традициям, правилам со смехом, с юмором, с иронией. Здесь, так сказать, дело обстоит совершенно иначе. И важно еще то, что определение смеха дает несколько иначе, имеет религиозное толкование. Они говорят, смех – это слово, означающее радость, насмешку, уверенность, удивление. Когда означенное слово употребляется о Боге, то оно означает, что Бог презирает или не обращает никакого внимания на известный предмет или на известное лицо. и о том, почему именно, так сказать, за какие именно свои свойства смех ну, получил такую негативную религиозную оценку, причем, надо сказать, что особенно это выразилось в православии, католики как-то более терпимо относились к смеху, как бы быстрее пытались его загнать в какие-то рамки и примирить вот с действительностью. Дальше мы с вами об этом поговорим, когда будем говорить о видах насмешливого смеха, как раз наиболее распространенного. А там действительно мы поймем, что всего, можно сказать, один шаг до гордыни. И мне нравится, встретился опрос священнослужителей разных концессий, опрашивали, как они относятся, так сказать, к месту смеха в религиозной жизни современного человека. Ну и надо сказать, что большинство, как сказать, относится к этому более чем положительно, но опять же, как сказать, останавливаясь в каких-то рамках. А смех, мы будем с вами дальше об этом говорить, это игра мысли, работа мысли, воображение, фантазии. Это действительно интеллектуальная деятельность. Есть сейчас такое же понятие, что смех – это виртуальная реальность. Можно и этого колобка отнести и сюда, вот такой он шустрый. И получается, что смех, вот он такой, разный. И остановить мысль нельзя. Соответственно, попытки вводить запреты на смех, они были и были на Руси. Мы об этом поговорим. Они, в общем, привели к тому, что смех все равно вырвался. И интересно, я тоже вам буду рассказывать, что существовала такая интересная вещь, как пасхальный смех, когда во время пасхальной службы, во время службы священнослужителю не то что разрешалось, а полагалось смешить людей всякими непристойными шутками. Когда шутками дело не ограничивалось, то дело доходило там и до всяких жестов. И на Руси это очень быстро запретили. Видимо, наш народ, склонный, как сказать, ментально и патологически к чувству юмора, точно вряд ли останавливался. Поэтому это дело быстро прекратили. Однако основа у этого пасхального смеха была достаточно серьезная. Считалось, что после изнурительного и продолжительного поста человек просто не в состоянии восстановиться к нормальной жизни. Он не сможет передать свою энергию Земле, и получится, в общем, нехорошо. Человека обязательно надо рассмешить. И вот Пришвин писал в своих дневниках, что единственное, чего не хватает в Евангелии, так это улыбки. И вот такой простой вопрос, смеялся ли Бог, ответы на этот вопрос, оказывается, это тема для таких больших, серьезных исследований. Мне очень нравится высказывание Задорнова, когда он говорит, что есть три проявления Бога на земле. Это природа, любовь и чувство юмора. Природа помогает жить, любовь выжить, а чувство юмора пережить. И как раз вот, когда говорят священнослужители разные все о том, насколько действительно важно такое вот благостное созерцание, и действительно, что человек улыбающийся, а не смеющийся безудержно, это вот такое вот какое-то проявление божественного на земле чего-то. Да, вот узнаете все Олега Янковского в роли барона Мюнхгаузена, что он нам говорил, улыбайтесь почаще, господа. Именно улыбайтесь, не смейтесь безудержно, не осмеивайте, не будьте циничными. Он говорил, улыбайтесь. И это на самом деле очень серьезно, потому что дальше мы посмотрим, насколько вот улыбка, сопровождающая добрый смех или смех жизнерадостный, это всего два таких значения смеха со знаком плюс среди множества других, к сожалению, которые со знаком минус, то мы поймем, что действительно вот оказывается улыбка и смех, это в общем и хохот, да, это совершенно как бы разные, не только выражения лица, там и звуки в это время разные, это разное смысловое значение, то есть уже такая серьезная деятельность человека. Итак, одно из, как бы сказать, далеко не добрых проявлений смеха или чувства юмора – это сатира. Сатира – это проявление комического в искусстве, представляющее собой поэтическое, унизительное обличение явлений при помощи различных комических средств – сарказма, иронии, гиперболы, гротеска, аллегории, пародии и так далее. Средств действительно много, всех их объединяет то, что это будет преувеличение, будет очень серьезный элемент лжи, который можно будет деликатно назвать фантазией, но тем не менее. Будет иллюзорность, очень сложные отношения, да, у смеха с людьми, потому что нужен не только тот, кто смеется, но и нужен тот, над кем смеются или над чем смеются. То есть возникают очень сложные отношения, и это очень интересно. И надо сказать, что вот все оттенки, значения смеха, да, и все определения, если вы зададитесь целью их поискать, у вас получится такой богатейший выбор определений, которые, знаете, можете подобрать на свой вкус, вот что вам больше нравится. Поэтому моя задача такая вот немножко, знаете, сориентироваться вместе с вами в этом пространстве, хотя вроде бы смеемся мы часто, и тем не менее у слова «смех», так же, как и у многих других важных значений, нет множественного числа. Множественного числа нет у юмора, множественного числа нет у иронии, у сатиры, опять же, нету. Получается, что, в общем, штуки-то достаточно серьезные. Итак, что же такое ирония? Это троп, в котором истинный смысл скрыт или противоречит, противопоставляется смыслу явному. Ирония создает ощущение, что предмет обсуждения не таков, каким он кажется. Ну, наверное, про иронию вам много рассказывать не нужно, потому что ирония и самоирония особенно – это такие, как говорят, отличительные черты нашего менталитета. Иностранцев еще со времен Ивана Грозного всегда пугало, насколько русские были способны смеяться над собой и воодушевленно это делать с какой-то безудержной вообще фантазией, особенно в каких-то экстремальных и безвыходных ситуациях. Ну, они удивляются, а мы выживали и продолжаем в этих сложных ситуациях выживать. Ирония, сказать, давний, античный, да, такой прием или троп, как мы сказали, именно от античности пошла ирония европейская, потом уже, как сказать, докатилась и до нас, и приняла те довольно-таки опасные и страшные формы, о которых предупреждал еще Александр Блок в своем далеком 922 году. И мы поговорим о том, что, к сожалению, все это оказалось достаточно серьезно. Вот Сократ, на которого мы с вами посмотрели, встречали наверняка такое понятие, как Сократова ирония, да, употребление в противоположном смысле. Вот мы там приходим и говорим там друг про друга. Ну, я, как всегда, молодец, да, паспорт дома забыла, ключи дома забыла, без мобильного телефона ушла. И все прекрасно понимают, что я далеко не, как всегда, молодец, а значение было совершенно другое, да, ну, ты храбрый, ну, ты, как всегда, вовремя говорим о человеку, который постоянно опаздывает. Сократ прикидывался, как вы помните, таким, знаете, чайником, как бы сейчас сказали, да, я сам-то ничего не знаю, вот пришел ко мне человек поговорить, и одному ему известными такими вот хитро построенными вопросами и ответами получалось, что на вопрос, который был ему задан, или мнение о объекте, который интересовал человека, который обратился в беседе к Сократу, то есть он вроде как бы подходил к этому всему сам, хотя мы прекрасно знаем, что это было не так, поэтому, в общем, люди тогда и шли к Сократу, и до наших дней беседы его остались и украшают, можно сказать, и современную литературу, потому что это очень интересно. И в дальнейшем ирония получила очень такое богатое развитие, и мы поговорим о соотношении юмора и иронии, и почему сейчас, в общем-то, такой сильный и опасный перекос идет в сторону иронии, и не только в нашей жизни, но, естественно, в литературе и искусстве, которое эту нашу жизнь отражает. Что еще мы привыкли говорить о смехе? Да, вот тот самый юмор. Это интеллектуальная способность подмечать в явлениях их комические стороны. Ну, тут, конечно, надо договариваться, что такое комические стороны, но это что-то необычное, да, это что-то смешное, это что-то выходящее за привычные рамки. И чувство юмора, оно связано с умением субъекта обнаруживать противоречия в окружающем мире. О юморе мы можем с вами, да, сказать, что он, ну, появилось такое вот, как черный юмор, это довольно-таки позднее явление, но в основном все-таки мы бы сказали, что юмор, он скорее добрый, да. Мы не скажем добрая ирония или добрая сатира, и мы не скажем злой юмор. Злой юморист – это уже сатирик. Все, добрые, добрые налево, очень наблюдательные направо. Они как-то сами это тоже различают. Ну, вот пример, да, черного юмора. Вроде это еще Аристотель заметил, что нельзя смеяться над страданием. Страданием, да, смерть – это, в общем, наверное, высшая форма страдания, особенно для тех, кто остался. Ну, особенно сейчас так популярны вот эти вампирские саги, экранизации и прочее, да, ну, взял кто-то, подметил. Черный юмор, ну, опять же, такой, как бы сказать, не злой. Вот это, пожалуйста, наблюдательность, которая вызовет улыбку ту самую, да, консервированные деньги, да, удачно вложил свои вклады, да. Я, говорит, свои деньги законсервировал. Ну, вот такое практически буквальное выражение, изображение этого. Надо сказать, что один из исследователей юмора Бергсон говорил, что смех вообще требует некоторой анестезии сердца. Знаете, это очень серьезное высказывание, потому что на самом деле, над чем бы мы не смеялись, вот не улыбнулись как-то по-доброму, да, так миросозерцательно, наблюдательно, отметив что-то необычное, интересное в мире, а именно посмеялись. Действительно, объекту смеха, как правило, может оказаться совсем не смешно. Ну, и еще буквально несколько слов о том, что сарказм – это такая высшая форма иронии, жесткая насмешка, которая может открываться позитивным суждением, но в целом всегда содержит негативную окраску и указывает на недостаток человека, предмета или явления, то есть того, в отношении чего все это происходит. И, как сказать, один из хороших примеров сарказма – это знаменитое стихотворение Думы Лермонтова. Если его внимательно перечитать, то окажется, что Михаил Юрьевич чрезвычайно саркастичен, и не смешно это все, и как-то это не очень по-доброму. То есть смех оказывается такой очень коварный, изменчивый, и понимать все это нужно осторожно, это интересно, и дальше мы с вами об этом будем говорить. На сегодня наша программа закончена. Всего доброго, до свидания.